Вы только послушайте, что... Ё-моё! Я и вообще не понимаю, на что они надеются. Послушайте. Привет! Ты симпатичный. Может быть, познакомимся? Я отвечаю. А с чего ты взяла, что я симпатичный вообще-то? Я же в маске! Как ты можешь со мной познакомиться, если я далеко от тебя? Слушаем дальше. Мне очень приятно, что ты мне ответил. Расскажи немного о себе. Ага. Сейчас расскажу. Как я снимаю с тебя трусики и облизываю твоё влагалище. А потом проникаю в тебя глубоко своим болтом. Я хочу тебе сразу сказать, что я работаю вебкомоделью. То есть показываю себя, своё тело, мужчинам по вебке. И получаю за это неплохие деньги. Вот. А ты чем занимаешься? А я долблю куклу из кибер-кожи за 100 тысяч. Ёпта. Она ещё не знает, что у меня таких приключений уже было. И что я уже далеко не мальчик. И что меня это не интересует. Я тут с подругой виделась на Новый год. Она, короче, работает с мужем. Там же, где и я. Вот в паре они. Вот. Как-то получают хорошие деньги. И делают друг другу приятно. И я бы, в общем, тоже хотела попробовать в паре. А. Типа со мной, да? Да. Ну давай посмотрим. Вот что там дальше будет. Короче, я ей написал, что люблю делать куми. Обожаю. Послушаем, что она мне ответит. Я почему... Чё ты... А. Блядь. Давай уже. Тебе это всё рассказываю? В общем... Я бы хотела... Я... Почему тебе это всё рассказываю? В общем... Я бы хотела поработать с тобой в паре. Ты симпатичный. И... Ну, как бы заводишь меня. Вот. Я тебе сейчас, короче, скину свой профиль, где я работаю. Вот. Я чувствую на сайте зарегистрируешься. И скинешь мне свой ник. Вот. Я тебя добавлю в бесплатный приватик. Просто мне как бы важно, да, чтобы... Я тебя тоже, в общем, заводила. И... Если всё будет хорошо, то... Там и обсудим все детали. Понятно, да? Вот, блядь, дурачков ищут, а. Ё-п-р-с-э-т. И она считает, что я это сделаю. Я... Перед Богом клянусь. Да каким Богом? Я перед собой клянусь. Что я не буду не заходить ни на какие твои грёбаные чаты. Дурочка ты. Не буду называть твоё имя. Ай. Как же вы меня достали, а? Твоё ж мать. Ну вот. Прошло уже 15 минут. С того момента, как... А! С того сообщения, которое она мне послала. На которое я ей ответил. С вопросом. С таким. Я ей написал. И ты что думаешь, что я действительно... Сделаю так, как ты просишь. Молчок. После чего я написал. Я что, по-твоему, похож на дрочера? Молчок. Молчок. И вот. 15 минут прошло. И никакого ответа. То есть, девушка поняла, что не на того напала. Так вот, уважаемые дамы, я понимаю. Вы ставите красивые фотографии, вы ставите красивые там позы. Это действительно возбуждает, да. Ну, не знаю, как у кого, но у меня срабатывает в голове совсем какая-то другая хрень. Честно говоря. Совсем другая хрень. Какой-то внутренний тормоз, что ли. Мне правда не интересно. Меня дрочка по вебке не возбуждает. Правда. Я могу... Не, ну я реально могу посмотреть. Да, я действительно, как любой мужик, я люблю красивые женские тела. Я смотрю там фотографии, порнушки, всё. Но я не смотрю вот это вот по вебке. Я никогда не был в вебке, честно вам признаюсь. Вот. Ну, у меня были приключения, да. Со мной знакомились девушки по вебке. Пытались меня, как говорится, развести. Я даже видел по вебке. Бесплатно, правда. Вот. Красивое тело, всё. И... Ну, честно сказать, я пытался даже как-то возбудиться. Но... Не знаю. У меня ничего не получилось, понимаете. Правда, это было один раз в жизни всего лишь. Вот. После чего я понял, что это действительно не моё. То есть, интернет-пространство, там, где девушки зарабатывают, это не моё, понимаете. Я предпочитаю живую женщину. Такая, какая она есть, вот на картинке, да. И такая, какая она, вот какой её голосок. Это было бы прелесть. Вот будь она сейчас со мной, я бы, честно скажу, я бы всё для неё сделал. Я бы вылезал бы у неё там, я бы дал, взял, как угодно, да. Но это был бы, конечно, обалденный, романтический такой ужин при свечах, красивый секс. Это было бы прекрасно, да. Как это у меня было в прошлом. К чему я привык, собственно. Я человек из той эпохи. Я вот как... Ну, не знаю, как это объяснить. Я запомнил это всё из той жизни. Я запомнил живое тело. Живую грудь, глаза, губы, прикосновения, дыхание, эту испарину на лбу, как говорится. Это дышащее тело. Это вот эту вот всю настоящую природу женскую. Это так красиво, это так приятно. Это на самом деле хотелось делать, делать постоянно, долго. Вот. Возбуждать её, смотреть, как она кончает. Вот. Делать это своими руками, губами, органом, который мне предназначен для этого природой. Словами, вот. Комплименты. Массаж. Вот. Мне нравилось доводить женщину до оргазма. Причём, я от этого получал удовольствие. То есть, мне не обязательно было самому кончать. Мне приятно было уже то, что кончала она. Вот. А потом я уже как-нибудь сам догонялся один разочек. Там. Один, два, три, я не знаю. Но, не важно. Важен факт то, что я живой человек. И хочу вам сказать, милые девушки, что я, Вася Чебуратор, это ник, естественно. Моё имя и фамилия совсем другие. Вот. Ну, они не менее красивые, чем чем это. Да. Но, тем не менее, я вас прошу, оставьте меня в покое. и дрочить по вебке, и смотреть, как ты там лежишь, раздражаешь себя пальцем, я не буду. Ни за деньги, ни просто так, ни даже если ты мне заплатишь. Я не буду. Понимаете, девушки? В этом не то, чтобы принцип, что я там какой-то упертый там, какой-то там из себя типа какого-то принца представляю, там, типа офигевший, там, цену набиваю. Нет, 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 нет. Я самый простой человек. Но просто это для меня неприемлемо. Понимаете? Так же, как и гомосексуализм для меня это просто падшие существа. Ну, вот эти вот пидорасы, так сказать. И я предпочитаю только с женщиной, с живой женщиной. И причем я могу позволить себе проститутку, но я не хочу этого делать. Я не могу перешагнуть психологически этот порог, потому что я не робот. Понимаете? Я не могу этого сделать. Я считаю, что не то, что считаю, я знаю, что чтобы прийти к настоящему удовольствию с женщиной, с ней нужно общаться. Я не говорю, что там несколько лет, но по крайней мере месяц я должен с ней встречаться вживую. Просто гулять, общаться на отвлеченные темы, ухаживать за ней, дарить ей какие-то мелкие подарки. Пусть недорогие, потому что я скромно живу, но все равно простые мелкие подарочки, встречаться, исчезать внезапно, пропадать, скучать, чтобы она пропала, я скучал, чтобы это укрепляло какие-то наши отношения, чтобы в конце концов мы поняли, что мы друг другу нужны, что мы без друг друга не можем. вот. И тогда, когда мы уже почувствуем, что мы готовы к этому, мы встретимся, мы договоримся. Ну, где встретимся, это уже не столь важно. Я сниму какую-то комнату или гостиницу, или к себе приведу, неважно, у меня есть возможности. вот. Но тогда, вот когда мы встретимся, вот тогда я создам уют, я создам романтическую обстановку, и мы целую ночь, или там день, неважно, проведем вместе. А как можно за час, я не знаю, я за час даже поговорить с ней не успею. Я не успею за час ее узнать. Как вы, мужики, мужики, вы, как вы можете снимать проститутку? Вы что, не люди, что ли? Вы роботы? Пришел, как это, ну да, говорят, мужику не рожать, сунул, вынул, добежать. Ну, как это так? Если вы хотите кончить, сходите в магазин для взрослых. Сейчас их полно, на каждом углу. На каждом углу, понимаете? Магазин для взрослых, где продаются серьезные игрушки из кибер кожи, латекс, я не знаю, там, качественный силикон, вот. Вы можете купить себе, не знаю, там, вагину, вы можете купить часть женского торса, нижняя, нижнюю часть, верхнюю, вы можете купить сиськи отдельно, губы, вы можете купить целую куклу. И поверьте, вы такой кайф испытаете, какой вам не каждая женщина даст. Это шикарный яркий оргазм. Современные технологии дошли до того, что я просто не ожидал, что у меня такая игрушка есть, и я считаю, что я очень много потерял, что не купил ее раньше. Ну, в отсутствие женщины, конечно, да. Была бы у меня реальная женщина, я бы не заморачивался этой хуйней. Так, если вам, мужики, надо просто кончить, так купить себе игрушку, она стоит недорого, вагина стоит 2000 рублей, торс стоит 10 тысяч, 15, да не какая-нибудь там надувная кукла, про это забудьте, это вообще херня последняя. Вот, вы купите себе нормальную игрушку из кибер-кожи, не пожалейте, там, 5000, да, и вы будете иметь, ну, по минимуму, да, я уж не говорю о кукле за 100 тысяч, которая по всем параметрам точная копия настоящей женщины, и по весу, и по росту, и по груди, и вам ее сделают такую, и нарядят так, как вы ее хотите, цвет глаз, и волосы, и все, что хорошее. Но как можно, блядь, брать проститутку, я этого не понимаю. Если бы я взял проститутку, я бы непременно захотел ее унизить, и неизвестно, чем бы это кончилось, я бы, наверное, ее забил бы, блядь, до смысла, только потому, что она себя вот так вот продает, понимаете? Мне тоже было много предложений от гомосексуалистов, но я предпочел быть голодным, но свободным, и с чистой совестью. То есть, я не знаю, я считаю, что проститутки это те люди, которые продали свою совесть, и на том свете их будет дрючить такие черти с огромными болтами, которые эти болты будут вылазить у нее через рот, и заставлять ей далеко не удовольствия, а очень много боли с кровью через нос, и такой боли, которые не похожи на то, что вы испытывали в жизни. Так что, а то, что вот эти вот кибердротши, как я их называю, это современное, новое поколение, молодая, красивая девушка, понятное дело, она лежит дома, она дрочит себя пальцем, вот, это естественно красиво, все, кому-то это нравится, вроде как живая, виртуальная реальность, все, человек кончает, и, но после этого наступает опустошение, и ты понимаешь, что это все пустота, ее нету, ты понимаешь, что она тобой воспользовалась, неважно, там, за деньги, без денег, ну, ладно, там, без денег, ну, а если еще и за деньги, то это как казино, ты просрал сто тысяч, отдав последние деньги за надежду, вот, это, это, это как наркомания, понимаешь, ты то же самое, ты отдаешь деньги за какую-то временную дозу, после чего ты выходишь, там, тебя немножечко раскафануло, но приходит следующий день, и ты опять хочешь этого, и ты опять к этому возвращаешься, и они это понимают, продавцы вот этой вот наркоты, то есть, вот эти вот женщины, кибер-дрочерши, они, по-моему, те же самые, торговцы, торговцы наркотой, в прямом смысле слов, только они торгуют сексом, виртуальным сексом, то есть, секс, это такой же наркотик, так что, что я хочу сказать для девушек, оставьте меня в покое, девушки, я этим не занимаюсь, ни за деньги, ни просто так, ни за ваши деньги, ни за мои, ни за бесплатно, и пацанам хочу сказать, мужики, если вы себя уважаете, то гоните таких баб прочь, ну, лучше, конечно, мягко, у кого как воспитание позволяет, я их культурно отшиваю, я им задаю соответствующие вопросы, я им отвечаю красиво, на что у них просто нет ответов, и они просто испаряются, они понимают, что они на того напали, то есть, меня наебать не удастся, так что, вот такие вот, со мной пребывают приключения, и что самое интересное, это уже не первая особая, и не вторая, и не третья, и что самое интересное, у них украинская фамилия, я не знаю, может это совпадение, может Украина действительно так низко пало, что по-другому девушки ихние зарабатывать не могут, очень много украинок в Европе зарабатывают этим, многие едут в Эмираты, то есть, ну, у кого как, кто-то не может там, допустим, совладать с своей какой-то такой внутренней, ну, не могут, да, не все могут, знаешь, отдаваться мужикам, чтобы их перливать здоровые болты неизвестных дядек, вот, и они сидят дома перед вебкой, на спецсайтах, чатах, вот, и где куча дрочеров, как правило, иностранцев, готовы платить им большие деньги, поверьте, они зарабатывают большие деньги, тысячи, две тысячи евро в месяц, в России, это огромные деньги, никто здесь из работников, ну, не будем говорить о каких-нибудь там властях, там, мэрах, шмэрах, да, таких денег не зарабатывают, как зарабатывает вот такая красивая девушка с красивым телом, получая оргазм от собственного пальца, лежа у себя дома на диване, это же вообще пиздец, да, вы только представьте, чтобы я сейчас дрочил бы где-нибудь у себя здесь на диване, и какая-нибудь красивая молодая девчонка смотрела бы на меня и платила бы мне за это деньги, прикинь, обалдеть просто, почему так не, почему такого не бывает, почему мне никто не хочет платить за то, что я умею превосходно делать куни, довести женщину до оргазма, почему такого нет, почему-то именно бабы, девушки покрутила пиздой и стала звездой, ой, что-то я наговорился уже, но это чисто случайно, если бы не еще один такой вот смс-письмо аудио, с чего все началось, я бы эту тему не затронул, и так как это уже не первый раз, я действительно охуеваю просто от них, они думают, что они как на лоходрочера напали, дуры-бабы, ну, точнее, не дуры, они считают себя умными, но на самом деле они реально дуры, хотя, хотя, хоть они и дуры, но они имеют, они имеют то, чего не имеешь ты, например, что еще можно сказать, это мужики, мужики виноваты, мужики сами себя так поставили, я надеюсь, мужики когда-нибудь одумаются, напокупают себе этих качественных кукол, и пошлют всех этих дрочер, дрочер, на хутор бабочек ловить, чтобы они сидели сами перед зеркалом и дрочили сами себя бесплатно и плакали, после чего может они задумаются, что впору найти нормального мужика и создавать семью, а не дрочить за деньги. Всего хорошего это был Вася, типа вело, чебуратор на велосипеде, чебурашка на велосипеде, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok